18 июля 2018 года, 6 августа, 1778 года, Мешдеснин, так называется эта программа, Бейт Аммицарин, Мешдеснин, первая часть. Прямой эфир включаю. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Слава Богу! Слава Иисусу Христу, Спасителю, Господу! Приветствую всех, дорогие друзья, братья и сестры, именем Господа приветствую и благословляю. Сегодня вечером я провожу семинар и завтра. И этот семинар в трансляции, вот здесь на ютубе, на канале ютуба, и идет в записи, я его назвал, этот семинар, словами Мешдеснин. Или Бейн Аммицарин, на иврите. Между Теснин, или в тесноте, как бы такой, да, меж Теснин. И посвящаю вот этот семинар для всех нас, вот христиан, не христиан, для евреев, иудеев. Очень важно для всех, чтущих Библию как Божье Слово, Божье Святое, послание, любви. Очень важно быть внимательным и к Слову Божьему, и к тому, что происходит в нашей жизни, в наших судьбах, и в наших народах, странах. Когда мы читаем Божье Слово, то очень важно через него, через призму, как бы Слова Божьего, пересматривать и свою жизнь, и все происходящее вокруг. В таком случае действительно целомудрие в нашей жизни. Я, как православный христианин, как архиерей, священнослужитель, уже более чем с 30-летним таким опытом служения православного, и как имею опыт и традиционного православного служения, такого ортодоксального, можно так выразиться, православия, да, и реформаторского православия. Больше 20 лет уже несу служение именно реформаторского, такого обновленческого православия. И как евангелист, как миссионер, тружусь, просветитель. И знаете, да, привет всем с Киева, с нашей киевской архиепископии, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Собственно, вот, семинарсом я, в общем-то, провожу здесь, в Киеве, и, в общем-то, благословляю всех вас с берегов Днепра. Слава Богу! И, знаете, вот, бейн а мацарим, или мацарим, мацар, это граница, теснина, граница. Оно, знаете, оно очень даже интересно звучит. Я хочу прочесть сейчас из Божьего Слова, я буду читать во время этого семинара, из Ветхого Завета, из Нового Завета, как мы так условно делим Библию на Заветы. Хотя это все Божье Слово, одно Божье Слово. Вот, буду читать из исторических некоторых писаний, вот, и также буду отвечать на некоторые вопросы. Вот, слава Богу! И первый текст, собственно, откуда взят наименование вот это, между теснин, я хочу прочесть из книги, такая, но она печальная книга. Ну, в общем-то, эти дни, они такие, как бы считаются в традиции еврейской, печальные дни. Наш народ очень много страдал в эти дни, и память, не только память народная, хранит об этом воспоминания. Сама Библия нам указывает на эти дни. Не только в памяти народной, еврейской, сохраняются воспоминания тех ужасов, что происходили на протяжении этих вот трех недель. Да, само это время, в общем-то, от 17-го Томуза до 9-го Ава. Оно называется Мештеснин. И в этом году 17-е Томуза по 9-й Ава выпало у нас в гражданском исчислении в солнечном календаре с 30-го июня по 21-го июля. Джон, слава Иисусу, привет, Белой Церкви, Украина, слава Богу, да. С Киева, привет, Белой Церкви, Билла Церква, да, слава Богу. Очень люблю Белую Церковь. Вот, бывал там, и даже мы жили там порядка года, около года. Я первый раз в Белой Церкви проповедовал на улице Голубиной, в доме, молитвенный дом пятидесятников. Очень мне понравился молитвенный дом, служение само. И я и назвал эту проповедь, первую свою проповедь, так и назвал, Белая Церковь. Поэтому для меня было запоминаемо в Белой Церкви, и проповедь моя называлась Белая Церковь. Церковь, не имеющая пятна или порока, или чего-либо подобного, но святая и непорочная. А мы-то кровью Иисуса Христа, именно белая, белоснежная церковь, как невеста Иисуса Христа. Вот это был посыл, послание такой. Так что всем святым в Белой Церкви радоваться. На Голубины, если там будете в молитвном доме, тоже привет всем огромное от меня передавайте. Ну и всем святым братьям. Баптистов бывал там я, у харизматов, писятников, в очень разных церквях Белой Церкви. Слава Богу, много верующих. Да, слава Богу. Но здесь, в Киеве, вот на берегах Днепра, сегодня, славим Господа Христа. Хайлуная песня, Иисусу слава, Иисусу слава, спевая Вильна, Украина. Аллилуйя. Так вот, возвращаясь в тему семинара, я читаю из книги «Плач Еремии». И хочу пояснить, что вот эти дни, они во многом печальные дни. И вот даже книга такая плачевная, «Плач Еремии», «Плачущий пророк» еще называли как раз. Кстати, там на Голубине как раз вот пастор тогда говорил, но это давно было, это было еще в 2002 году, или 2001. Он сказал как раз вот «Плачущий пророк», и он тоже зачитывал что-то из этого «Плачущего пророка» Иеремия. Вот и в книге этой «Плач пророка» Иеремии говорится следующее. Первая глава, третий стих написано. «Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах». Оригинально это звучит как раз вот «Бейн-а-Мацарим». Мацар-теснина, еще как переводится, как «граница». И знаете, в этом есть некоторое такое пророческое указание. Межтеснин или в приграничной зоне, как бы, да, между границами. Значит, как вот в той песне там советская пелась еще. «На границе тучи ходят хмуро». Да, действительно, на границе так тревожно. Даже если все спокойно, все равно есть некоторая такая тревога. Это граница, на той на границе. И есть своя работа там у пограничников, допустим, все, да. И вот, а духовная граница, вот что имеется в виду здесь у пророка Иеремии, это граница Божьей воли, граница Божьего послания, Божьего слова, заповеди Божьих. Когда мы, знаете ли, приближаемся к этим границам, пограничные вещи есть такие, будем договорить, да, то некоторая тревога есть определенная, значит, и беспокойство. А если, не дай Боже, переходим эти границы, выходим тогда мы за периметр воли Божьей, за периметр этой благодати Бога, защиты Бога, из-под его покрова. Один проповедник, Рик Реннер, по-моему, здесь в Киеве, кстати, в Киеве, здесь на Арсенальной, в Доме офицеров была проповедь, но тоже давным-давно, это еще в конце 90-х было. Я был на этой проповеди, было учение, было много пастырей с разных конфессий, динаминаций, тогда у Рика Реннера здесь не было церкви, вот, и он как телепроповедник, он в Харькове, по-моему, имел церковь, да, Благовис, точно, в Харькове, я бывал у них там. Вот, значит, и, так вот, и Рик Реннер, он знаток греческого языка, и он, интересно, тоже примеры приводил, я здесь с ивритом сейчас разбираюсь, но он больше с греческим языком разбирается, и вот с оригинальным текстом Библии, потому что Библия написана на иврите и на греческом языке, соответственно. Вот, и он пример такой приводил, Рик, он попросил одного брата, ну, как бы Ашара, да, в группе порядка, или дичок по-нашему, по-православному, дичок, он попросил дичка, значит, одного, значит, ну, там был такой брат, такая детина, там, выше двух метров ростом, значит, он попросил его, значит, выйти на сцену, для, как бы, иллюстрации, и он, значит, попросил его, значит, держать какой-то зонтик, не зонтик, ну, что-то такое, держать над ним, значит, и он сказал, вот посмотрите, вот представьте, это Господь, вот это его, как бы, зонтик, вот это его покров надо мной, я стою возле него, и он говорит, значит, этому брату, вот иди по сцене туда-сюда, и этот брат, огромный такой высокий брат, он с этим зонтиком, там, или чем там, он ходил, там, значит, и Рик за ним бегал, туда, туда, чтобы не выйти из-под зонтика, и он говорит, представьте, если я, говорит, выйду из-под этого зонтика, да, то я буду мокрым, на меня все будет капать, но если я буду под этим зонтиком, я буду защищен, и он интересный такой, ну, пример привел, вот эта иллюстрация очень такая наглядная, многим она очень понравилась, мне тоже очень понравилась, простая такая доступная иллюстрация проповеди, и он говорил, что приходит время даже, когда выходить из-под покрова этого, из-под этой защиты даже смертельно опасно, вот, и он рассказывал примеры такие разные, приводил, хороший брат, хорошая проповедь очень даже была, и вот, знаете, что скажу, друзья, действительно, Мецар это граница, это граница на иврите, Мецар это действительно граница, и поэтому, когда человек, он приближается к этому, к границам слова, Божьей воли, Божьей благодати, то весь мир духовный, как вот, знаете, на физической границе, так вот, и весь мир духовный, он становится все более и более напряженным, и чем ближе подходит человек к границе этой благодати, Божьего слова, Божьей воли, заповеди Божьей, тем духовный мир все более и более напряженным становится, притом с обоих сторон, вот, мир ангельский и мир бесовский находятся в большей такой степени, и наоборот, чем мы дальше от этой границы, мы в эпицентре, будем так говорить, Божьей воли, Божьего слова, Божьей благодати, подальше от границы, знаете ли, то тем более, вот этот, как говорится, шалом, шалом, шалом это мир, да, салям, шалом, и мне нравится и арабское произношение, и еврейское произношение, но, как говорится, еврейский я выучил только за то, что им говорил сам Машиах, сам Христос, Мессия, еврейский я бы выучил только за то, что им говорил сам Мессия, и святой язык на самом деле, все языки святы, безусловно, на всех языках, во всех народах прославляется имя Господне, имя Божье, это прекрасно, но особенно трогательно, когда мы читаем Библию в оригинальном тексте, особенно трогательно, когда как-то внутри все переворачивается у меня, когда я слышу еврейскую речь, когда я слышу Слово Божье на оригинальном тексте, так, как именно языки, так, как именно Бог говорил. Знаете, к примеру, в каждом языке есть своя какая-то изюминка, в каждом языке есть свои какие-то особенности, плюсы-минусы какие-то, допустим, в русском языке мне нравится, ну, я вообще думаю на русском, и я говорю на русском, я могу немного по-татарски говорить, допустим, потому что моя мама, она татарка, по матери я татарин, по отцу еврей, по матери татарин, и поэтому мне татарский очень дорог язык, я очень люблю, хотя, к сожалению, увы, плохо очень знаю, но понять могу, и могу кое-как и изъясниться. Слышал одного протестантского епископа, что в Америку вошел труд по анализу самых ранних текстов, писаний, не знаю, честно говоря, надо в интернете поискать, там, будем говорить, все есть. Вот, и я рекомендую всем студентам, всем студентам даже настоятельно рекомендую, а всем, кто, значит, ну, подключается, просто советую, даю добрый совет. Вот у нас дождь пошел, да. Вот, значит, и даю добрый совет, какой? На свои гаджеты скачайте, значит, Библии с номерами стронга. На ваши телефоны, планшеты, значит, на компьютеры скачайте Библию с номерами стронга. Очень рекомендую, настоятельно рекомендую. Очень полезная вещь. Там много разных Библий, выберите сами себе, какой вам там дизайн, нравится изложение, какой, ну, как бы формат. Вот, значит, а, значит, чтобы были номера стронга. И вы можете подключать эту опцию номера стронга, и нажимая на вот эти номера, открываются вот эти оригинальные слова, будем говорить, оригинальный текст, вы видите. Если брать, если вы владеете английским языком, то вам вообще повезло. Если нет, то учите английский, друзья, обязательно учите английский, значит, особенно для молодежи. Моя просто убедительнейшая просьба учить английский, потому что это язык межнационального общения. Как, допустим, на постсоветском пространстве русский язык является таким языком, как бы, межнационального общения. Вот, сохраняется. Хотя с каждым годом все слабее и слабее, вот это все становится, значит, но вот сама эта... Но английский, он, значит, лишь понарастающий. Я учу как раз, Алекс пишет. Молодец, брат, слава Богу, учи, обязательно учи. Вот, и большинство христиан на планете, они англоязычны. Подавляющее большинство. Больше половины однозначно. Больше половины христиан на планете, для них английский язык, это их первый родной язык. Вот, а также примерно треть всех христиан на планете имеют возможность английским пользоваться как вторым языком или третьим. Вот, поэтому обязательно весь христианский мир, он англоязычный. То есть, процентов 90 всего христианского мира, они больше или меньше, но в большей или меньшей степени англоязычны. И все остальные национальные языки, это уже совсем, допустим, русские, это 2 или 3% всего лишь, значит, христианства мирового, если брать всего. Вот, это ничтожно мало, конечно. Вот, поэтому, если христианское служение какое-то развивается, допустим, если оно на национальном языке, это хорошо, но важно на английском языке, очень важно, без этого ничего. И большинство программ, они на английском языке, и они, ну, совершенные, более совершенно, они более продуманы, вот, значит, и вот с номерами Strong, если брать, то английские версии, они, конечно, намного богаче, они намного насыщеннее информационно, исторические справки, то есть, все продумано и отработано, потому что по всему миру работают христианские служители, значит, именно вот в этом направлении, слава Богу. Так вот, я, значит, возвращаюсь в тему, тема этого семинара, меж теснин, я назвал, меж теснин. И я прочел из Плача и Иеремии, из первой главы, третий стих, где в конце этого третьего стиха как раз вот это выражение есть, бейн а мацарим, то есть бейн а мацарим, это, значит, между границ, как бы, или возле границ, как бы, зажатой границами, зажатой теснинами этими. Вот, и пример я привел в начале самом, да, вот с Риком Реннером, очень хороший пример, хороший брат и хороший проповедник очень, очень грамотно все излагает, так вот, и пример с этим зонтиком, кстати, вот сейчас вот у нас в Киеве начался дождь. Слышно вам, наверное, барабанит? Вот, и если я сейчас выйду в рясе вот такой, допустим, и выйду вот на улицу без зонтика, что, 5 минут, я буду весь полностью, полностью до ниточки буду мокрым. Поэтому, чтобы мне выйти, нужен зонтик. Это как в том анекдоте, да? Хорошая иллюстрация такая будет. Вот, значит, анекдот, значит, там, ну, ладно, не буду весь анекдот рассказывать, там, значит, короче, католический ксенц говорит о чуде, которое было у него в жизни. Он рассказывает, вот, значит, там, я плыл в миссионерское путешествие какое-то на море, океане, шторм, вдруг такой корабль трепет весь, значит, там, и грозится море поглотить этот корабль. Короче, бедствие, все взмолились, я, говорит, взмолился Богу, и вдруг чудо, штиль, вокруг корабля штиль, говорит, кругом буря, буря, ураган. А вокруг корабля штиль, и мы были спасены. А, надо же, аллилуйя все. А батюшка православный говорит, у меня было тоже чудо подобное, но меньшее, конечно, но чудо такое. Иду я в храм в воскресенье, говорит, значит, в новой дорогой Риасе, и солнце, все хорошо, и вот ближе к храму подхожу, такой ураган, значит, все, ливень, просто стеной дождь идет навстречу. Я, говорит, взмолился, у меня даже зонтика нет даже, я взмолился, и чудо, кругом все плывет, все, значит, залило водой, ливень. А вокруг меня, говорит, сухо, вот, ну, вот, чудо, вот, да. Там есть продолжение, правда, в этом анедозе, когда там Рэба говорит, значит, я, говорит, иду в синагогу в субботу, говорит, ну, все хорошо. И вдруг вижу, говорит, валяется кошелек, и такой полный, из него аж торчит, там, купюры торчат. Я, говорит, взмолился, ну, в субботу же нельзя деньги, там, брать и поднимать, иначе там не считать, все, говорит, ну, что ешь. Я, говорит, взмолился, и чудо, кругом суббота, а вокруг меня пятница, говорит. Да, да, есть такая человеческая хитрость, конечно, но не без этого. И вот, когда мы хитрим перед Богом, то чаще всего на нашу же голову все это обращается, против нас же обращается. Ой, если серьезно говорить, то анекдот анекдотом, или как писятники обычно говорят, или баптисты, не каноническая притча. Поэтому я, когда привожу, там, проповедую у баптистов, у адвентистов, у, значит, методистов, значит, там, еще у кого-то, там, у писятников ортодосальных таких, когда в проповеди я привожу анекдоты, как иллюстрации, примеры, я делаю поправочку к их, как бы, религиозным чувствам, щадящую такую поправочку. Я говорю, я сейчас расскажу вам неканоническую притчу, говорю, неканоническую притчу, вот, и рассказываю дальше анекдоты эти. Кстати, в анекдотах порой очень много смысла. Иисус тоже рассказывал такие анекдоты, такие неканонические, или они уже канонические, вообще-то, они уже вошли в канон Нового Завета, поэтому они уже канонические притчи. Ну ладно, вот, и я возвращаюсь к чему, что когда мы пытаемся хитрить, мудрить, то хитрим, мудрим на свою же голову, на свою же беду. И если мы выходим из границ благодати Божией, из границ заповеди Бога, из границ любви Бога, Его воли, не то чтобы из эпицентра Его благодати, Его воли, да, а даже пересекаем границу, то нас просто-напросто, конечно, этот ливень безбожный не пощадит. И выход один, чтобы не промокнуть там до ниточки, чтобы спастись от этого ливня, что опять, опять бегом под зонтик, бегом под зонтик. Ну, Господь, конечно, там все, сопли слезы вытрет наши, просушит нас, вот, значит, обогреет, все хорошо. В Его присутствии на самом деле благодать. И заповеди Божьи для многих, они кажутся, ну, особенно для безбожников, да порой для верующих тоже для многих, религиозных многих людей, и кажутся заповеди Божьи чем-то таким, ну, знаете ли, громоздким, чем-то таким, что делает нашу жизнь только сложнее и сложнее. Но на самом деле, поистине-то, Божье Слово и Божьи заповеди, да, Божьи повеления, они не посылаются для того, чтобы сделать жизнь человека сложнее, хуже, неприятней, а наоборот, как раз наоборот, для того, чтобы жизнь сделать человеческую приятней, сделать ее здоровей, сделать ее благостовенной, защитить. Потому что сами заповеди, смысл в оригинале, если братьеврита, то именно ограда, именно ограда, защита. И, конечно, когда какая-то там хитроумная, мудрая такая, в кавычках, овечка, значит, за оградку прыг, вскок, вот там уже пеняй на себя, там уже волки хищные могут схватить. Конечно, Иисус, Он, да, Он рвет на себе рубашку, конечно, Иисус, Он даже за одной такой, прыткой такой, швыдкой такой, которая пересегнула ограду, убежала, где-то там запуталась, потерялась. Иисус все равно, Он даже оставляет всех, Он бежит, Он спасает, конечно, Он такой. Это Его просто вот, ну, Он такой, Он такой, какой есть, Он есть любовь, Он на самом деле, Он любящий, Он добрый пастор. Сейчас как раз перечитывал сегодня, значит, как раз вот эти из Евангелия Теана тексты, где Он просто распинается, Он говорит людям, своим современникам, Я, говорит, пастор добрый, Я пастор добрый. Он объясняет это, разъясняет, но, к сожалению, большинство овец стада израильского того времени были настолько хитроумны, что не хотели слушать голоса пастуха, истинного пастыря, не хотели слушаться его голоса, не хотели идти за ним. Вот, но это ничем добрым не могло закончиться, так оно и получилось, ничем добрым это такая хитроумность не заканчивается. И история Израиля, библейская история полна этих примеров. И последующая уже постбиблейская, как бы, да, значит, после деяния, что произошло апостольских, тоже иллюстрация очень хорошая. И в жизни Израиля, в судьбе еврейского народа, и в судьбе христианского народа, будем так говорить, в судьбе новозаветной церкви Иисуса Христа, то же самое, на те же самые грабли, товарищи, наступаем, на те же самые грабли христиане в своей истории наступали, наступают, да, по всей вероятности, будут наступать. Потому что, если смотреть на притчи Иисуса о царстве своем, то есть о церкви, да, значит, о храме, там, то там, как бы, однозначно видно, что Иисус не учил смотреть через, знаете ли, как бы, розовые очки деноминации на происходящее. Он как раз учил смотреть не через розовые очки, он учил смотреть как раз реально на то, что происходит. Он говорил, что не вот царство Божьего, да, Евангелие, Евангелие не вот, не только хорошую рыбку достанет, но и много негодной будет рыбы. Что не только, значит, хорошие злаки будут расти на огороде царства Божьего, но и сорняки будут расти. Ну и, конечно, самая страшная притча, это то, что, когда он рассказал, что, да, значит, когда женщина взяла в три меры муки, бросила закваску, пока не вскисло все. То есть, это, согласно вот еврейской системе толкования, объяснений, как раз, женщина, взявшая закваску, ничего доброго не означает однозначно. Вот, значит, и, тем более, бросившая и вскисло все, закваска порока и лукавства, или, как Иисус говорил, закваска фарисейская, судокейская, иродова. То есть, полностью все вскисло. Сегодня метастазы, будем так говорить, проклятия греха по всему телу Христа распространены. Сегодня это, то, что Иисус говорил 2000 лет назад, сегодня это явь. Сегодня это реальность, увы. Вот, но, опять-таки, Иисус, рассказывая обо всем этом, он сохранял веру и надежду, и любовь, был полон оптимизма. Даже умирая на кресте, он был полон оптимизма. Как вот Проханов Иван Степанович, лидер евангельского христианства, еще сто лет назад говаривал, там, в Петербурге, в Петрограде, на Конюшиной, в собрании всех, собрании всех называлось оно, всех, это Всероссийский союз евангельских христиан. Тогда, вот, сто лет назад, он говаривал так, что христианин, говорит, это неисправимый оптимист. Христианин, неисправимый оптимист. Кстати, я, значит, когда Максим Максимову сказал об этом, так что, вот, процитировал ему, он заинтересовался очень, ну, Максим такой он, да. Значит, и он мне тут же парировал, говорит, а пессимист, это, говорит, информированный оптимист. Я говорю, нет, Максим, извини, но при всем уважении, брат, Бог самый информированный, и однако же он остается оптимистом. Ха, это значит, пессимист это неправильно информированный оптимист. Это человек дезинформированный оптимист, будем так говорить, вот кто такой пессимист. Это дезинформированный или неправильный, не совсем информированный, недоинформированный оптимист. Ладно, друзья, формат семинара по времени, это самое начало, первая часть только. Я буду делать части по 35, по 40 минут, и следующая часть в 17.00. Начнется третья в 18.00 по киевскому времени. Вот, и, значит, завтра, даст Бог, продолжим, тоже в 16.00, 17.00 и в 18.00. Каждая часть будет по 35-40 минут, я так вот примерно разложил. Хотя я уже начал уже отвлекаться от темы очень серьезно. И в том же плаче Еремия, в 5 главе 21 стихе, говорится, «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся, обнови дни наши, как древле». Вот, действительно, Господь, Он, вот это обращение, да, само слово покаяние, еврейское слово покаяние, тшува, да, буквальное значение этого слова какое? Другое, именно возвращение, обращение, возвращение. И здесь, опять-таки, вот притчи Иисуса я уже вспоминал, я их сравнивал с такими историческими, с такими анекдотами, да, значит, на самом деле в них много такого анекдотичного, значит, но в притчах Иисуса есть интересный пример, очень такой, очень серьезный пример о покаянии, очень серьезная притча о блудном сыне, да. Вот я про овечку вспоминал уже, такую блудливую, которая убежала, там, одна из ста, потом там у Иисуса идет один из десяти, одна из драхм, да, одна из десяти драхм, женщина там поискала, нашла, ну, а потом притча, вообще, один из двух даже, вообще, два сына у отца, два сына, и дьявол-то одного и взял, и увел под узцы, и младший взял часть имения, ушел, значит, все прогулял, пропил, прогулял с блудницами, и старший так и сказал, вот, промотал все имение с блудницами, хотя, что он, со свечкой стоял, что ли, вот, но, как бы, видимо, старший тоже умом, где-то там блудил с блудницами, знаете ли, для чистого все чисто, а для нечистого, наоборот, ни в чем не чистоты, божье слово очень однозначно говорит, вот. Поэтому старший сын, тем более, он обиделся в конце, там, и даже не хотел зайти в дом отца, значит, и отец вышел, и он уговаривал старшего зайти домой, пообедать, отпраздновать возвращение младшего, ну, вот, у тебя невеста, да, ну, вот такая история. Так вот, и тот блудный сын, согласно притче, да, он, когда все промотал и оказался уже возле свиного корыта, возле хрюшек, и даже мечтал напитаться рожками, чем питаются эти свиньи, то есть к нему относились хозяева хуже, чем к свинье, его жизнь была хуже, чем скотская жизнь. Вот здесь объявления такие в парке Киото повесили, ну, там, ну, так сами, что не уподобляйтесь там скотине, там, не сорите, ну, грубо, конечно, ну, по существу, хотя те, кто ссорят, там, в парке бросают, там, значит, все, там, на землю, там, топчут, все, они объявления не читают, читают обычно порядочные люди, вот, так что, ну, вот так вот, я к тому, что человек опускается хуже, чем скотина, действительно, и вот, вот тот блудный сын опустился хуже, чем скотина, он завидовал этим свиньям, и к нему относились, соответственно, хуже, чем к скотине, потому что он в мозгах своей был хуже, чем скотина. Но самое интересное, этот вчерашний человек, сегодня скотина, и хуже, чем скотина, он пришел в себя, он пришел в себя, и вот это пришел в себя, да, пришед в себя, он вспомнил отца, дом свой, вот, то есть, он вспомнил, что он не скотина, в его сердце уже, он еще внешне был скотиной, и хуже, чем скотина, бомж из бомжей, и валялся возле свиного корыта, но внутри он уже был не скотина, А внутри он вспомнил, что он сын отца. И вот это вот воспоминание, это есть тшува. Это уже один из элементов покаяния. Тшува это обращение, возвращение. И вот тот сын, он по сути покаяние было там уже. И даже если бы он там и умер возле хрюшек, он был бы как вот тот самый еще один бомж. Иисус вспоминал не один раз бомжей в своих притчах. Помните Лазаря, бомжа Лазаря, который валялся возле ворот. И псы, у него были лишь товарищи, у этого хрюшки, у этого псы. И псы, приходя, лизали с трупья его. Он был весь покрыт болячками, весь в проблемах. Но, конечно, не поэтому он попал на небеса, не поэтому он был на луне Авраама. По всей вероятности, он как вот тот блудный сын, он пришел в себя. Да, но умер он, конечно, так же недостойным и проклятым внешне. Но внутри он уже, по всей вероятности, был как вот тот блудный сын. Он вспомнил. Тшува совершилась. Потому что не за трупья на небеса попадают. Действительно, Бог смотрит не на внешне, а на сердце человека. Не в какие он там в золото, драгоценности одет или в струпья какие одет. А то, что внутри него можно быть в драгоценностях, вот, значит, и иметь сердце чистое. Можно быть и бомжом из бомжей, а сердце еще худшее иметь даже, чем бомжецкое. Вот, значит, и вот тот блудный сын, он пришел в себя, он покаялся. Получается, вот этот шува совершилась уже, да? Потом он стал размышлять. Вот этот шува тоже, да? Вот я встану, пойду к отцу моему, в дом вернусь, туда-сюда. Это тоже шува. Потом он действительно не просто вот говорил, вот я с понедельника начну новую жизнь. Вот это все так. Песня та еще. Но он действительно, он совершил следующий этап шувы, покаяние. Он действительно, Иисус сказал, Иисус сказал, он встал и пошел. Он встал и пошел. Действие совершил. Хо! Это уже следующий этап шувы. Это тоже один из элементов этого покаяния. То, что в Библии называют покаянием. Шува. Шува по-еврейски. И потом он был возле уже дома своего. А отец издали увидел его, прибежал, обнял его. Вот. И он было начал там оправдываться, как мы обычно, да? Приходя к Богу. Начинаем там, Господь, прости, помилуй, помилуй. Но это больше вот здесь эта проблема. И здесь эта проблема. Почему? Потому что когда человек обращается к Богу, ему кажется, Бог он такой. Ой, а я вот такой, значит, там. Ну, это правда, но это полуправда. Полуправда бывает хуже, чем ложь. А правда вся в том, что он отец, он ничего не помнит. Он просто любит тебя. Он тебя любит, он тебя принимает. И вот элемент шувы, очень важный элемент шувы, это вот именно принятие. Принятие. И когда ему дали перстень, дали ему одежду, он не сказал, нет, я не достоин. Это была бы не шува уже, это было бы по родине шуву. Нет, шува это принять это все. Да, это мое теперь, это мое. Спасибо, папочка, спасибо. Мы снова вместе. Ава, спасибо. Ава это папочка, папуленька. Татусь, на украинском татусь. Татусь. Ава, отче. Дух взывает уже таким образом. И он в доме отца уже, теленка закололи, там мясо, там все, там вареники, там все, там уже жарится, варится, уже пир на весь мир, по усам текло и в рот не попало, как говорится, да, старшему имею в виду. Так вот, и что интересно, вот шува имеет в виду, также один из элементов шувы, покаяние. Хотя это не совсем, в мирском понимании это не покаяние, но в библейском это покаяние. Это быть в доме отца, пировать, есть мясо, вкушать и наслаждаться этим пиром в доме отца. Это радость, это тоже покаяние. Но в мирском понимании, религиозном понимании, каком-то ортодоксальном, это не покаяние. Но это покаяние, это элемент шувы. Вот, потому что не пировать, не принимать этого всего, это тоже элемент гордости и гордыни, и это уводит из шувы, из покаяния человека. Ладно, господа, сейчас буду делать перерыв и продолжим в 17.00 по киевскому времени. Благоставляю вас, дорогие друзья, да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя.